Валентина Сверидецкая очень любит печь, а еще больше угощать своими творениями. Сегодня для выставки мамин пирог она приготовила два украинских. Бабкум не творожный. Для первого используют разную начинку, но обязательно много яиц и сметаны. Второй рецепт попроще. Первая сочная, как крошка. Потом творог размешивают и заливают на эту же лепешку, на противень. Зальешь, а сверху опять такой же крошкой засыпаешь. Он не стивильно высокий, но вкусовые качества хорошие. Так украинская бабушка, у меня бабушка вообще гречанка, она пыкла так часто. Ну и мы не научили, то и я. А семьи любят такую вашу пирог? Любят. Все. И гости любят, и люди смотрят, говорят, вкусно, есть и можно. Выставку мамин пирог организовала областная ассамблея народа Казахстана. Мама и бабушки разных национальностей испекли пироги под традиционным рецептом. Некоторые из них известны с 13 века. Провести такую выставку решили потому, что хлебобулочные изделия у всех народов – это символ благополучия семьи. Приурочили же выставку ко Дню Матери. Его в Казахстане отмечают в 3 воскресенье сентября с 2012 года. Этот праздник уникальный в своем роде, так как он является связующим звеном между Днем Семи и Днем Мамы. 2 воскресенье сентября – это отмечается в Казахстане День Семи. И 3 воскресенье сентября – это День Матери. И вот этот мост такой между этими праздниками, он знаменательен тем, что мы обращаем внимание на самых дорогих и близких нам людей. Потому что мама – это главное хранится с семейного чага. Помимо этого, с благотворительными концертами и подарками члены областной ассамблеи народа Казахстана посетили роддом, дом матери и центр адаптации для женщин и детей. Завершился праздник финальным концертом, на который пригласили представители этнокультурных центров, общественных организаций, обладательниц подвесок «Алтыналка» и «Кумысалка». Алексей Басарнов, Ярослава Богатырева, РТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова